Не хуже солянки. Всем привет, дорогие зрители. С вами Степа Волф. Сейчас мы находимся в самом центре Москвы под одним из старых домов в подвальной системе. Пришли мы сюда по такому вот ракоходу. На сей раз речь пойдет об исторических подвальных системах в центре Москвы. В старых подвалах царит особая атмосфера. В большинстве из них можно встретить характерные сводчатые потолки и арочные переходы между помещениями. Мы находимся в системе исторических подвалов. сам дом этот конца 1880-х годов постройки. Здесь вот, кстати, еще одна гермафорточка. Проход. Может быть, и отсюда можно куда-то пройти. Характерные арочные потолки. Остатки старых коммуникаций. Вот это что у нас было, электрощит. Что-то интересное. Похоже, это трансформатор был. Практически под любым домом в центральной части города есть старые подвалы. И зачастую возраст этих подвалов значительно превышает возраст находящихся на поверхности домов. Это объясняется тем, что рост культурного слоя в крупных городах может достигать 1-1,5 метра в течение столетия. В таких подвалах часто встречаются помещения с окнами, заложенными кирпичом, которые когда-то были первыми этажами находившихся там зданий. Впоследствии утрачены. Гермафорточки, а тут тяга. Так вот, мы преодолеваем рачники. Опа! Тут прохода вроде дальше нет. Это уже вокруг пошло, да? Впереди нас ждет очередной рукоход. Кирпич, мне кажется, тут уже посвежее советского периода. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. И еще одно распространенное для старой Москвы архитектурное решение. Когда подвалы нескольких домов объединяются в обширные подвальные системы. Они могут простираться на десятки и даже сотни метров. Если находишься в такой системе впервые, не исключена возможность заблудиться. Подвалы... Не хуже сорянки. Представи, нормально. Натрогай меня в перчатках. Слышишь, я могу пить. Субтитры подогнал «Симон»!